Автоледи И это совсем не ветер мои волосы колышет, это мощный звук, который выдают динамики. И что самое удивительное, никаких хрюкающих колонок и никакого дребезжащего пластика, только музыка. Громкость ее сопоставима с громкостью работы двигателей взлетающего реактивного самолета. В этих машинах от 2,5 до 8 киловатт звука. И кажется, будто сам автомобиль танцует. В музыке молодел, в танце ты холодил, тебе не надоело. Моя новел, в музыке молодел, в танце ты холодил, ты так давно хотел. Ребята из клуба SPL Irbit Sound Power Limited просто помешаны на качественной музыке в автомобиле. Простой штатной акустики здесь нет ни у кого. Только самое лучшее, самое мощное, вымеренное до миллиметра. И это целая наука. Владимир, расскажите, пожалуйста, чем занимаются в вашем клубе и как он вообще организовался? Мы занимаемся автозвуком. В нашем городе порядка 20-30 машин, подготовленных для соревнований. Ездим на соревнования, соперничаем с другими городами. Ну, поначалу, когда я устроился в магазин скорость звука, мне самому стало это интересно. Потом нашлись, так сказать, люди, которые разделяют эти интересы. Их становилось со временем все больше. Готовились новые автомобили. Ну и со временем организовалась команда SPL Irbit, которая принимает участие в соревнованиях. Насколько успешно в соревнованиях принимаем участие? Сколько первых призовых мест у Irbit? Ну, если ездим на какие-то соревнования в небольшие города, то чаще всего большинство первых мест. На какие-то более крупные соревнования, чаще всего там вторые, третьи места. Редко, когда уходим из призеров. А для чего вообще это нужно, чтобы в машине был такой крутой громкий звук? Молодежи это нравится. То есть, допустим, где-то там выехать на природу, включить музыку, потанцевать. Кому-то просто нравится громкое прослушивание музыки в автомобиле. Кому-то нравится качественно звучание автомобиля. Но на это, как правило, идут разные компоненты. То есть, на громкую музыку, как правило, ставится эстрадная акустика. Качества в ней не особо много, но играет она очень громко. Можно легко озвучить этот стадион. Качественная акустика, она стоит порядком дороже, но там уже идет весь диапазон частот, что там можно услышать седьмую скрипку в правом ряду. То есть, как правило, для этого идут и специальные записи. То есть, там уже конкретно студийные записи с каких-нибудь профессиональных концертов. Многие машины у ребят из СПЛ обычные, отечественные или недорогие иномарки. Для них оболочка не главное. Главное содержание. А это хороший звук, ради которого жертвуют задними сидениями, запаской, для которой уже просто нет места в багажнике. Олег Веснин готовил свой автомобиль более пяти лет сам. Сегодня это один из самых крутых в городе автомобилей по звуку. В этом автомобиле переделано, можно сказать, все. Здесь стоит, заменен вместо стандартного генератора, здесь стоит генератор на 320 ампер. Стоит, можно сказать, три аккумулятора. Машина полностью проклеена шумоизоляцией. Обшивка дверей тоже переделана. Делал сам первый раз. Что еще могу рассказать? В принципе, тут весь автомобиль переделан. Потолка у меня вообще нет на автомобиле в данный момент пока что. Крыша у меня тоже заваренная вся, усилена, чтобы, как говорится, она не болталась, не вибрировала. Автомобиль у меня чисто выходного дня. Сделан специально, чтобы кататься вечерами, ездить по городу, слушать музыку, ну и ездить на соревнованиях. По поводу соревнований, какие уже места занимались в автомобиле? Этот автомобиль выехал в этом году первый раз всего лишь. Он посетил в городе Каменске. Я там занял второе место. Ездил в город Тавду. Там я занял первое место по давлению с результатом 154 дБ. Первое место также занял по фронту динамиков. Замер был в динамиков. Там я тоже занял первое место. И третье место я занял. Там был конкурс, бас-рейс называется такой. Там надо, допустим, 139,9 удержать, ни больше, ни меньше. Занял я в этом конкурсе третье место. Такой звук машине нужен только лишь для соревнований или, в принципе, можно ездить и просто слушать такую музыку? Я, бывает, езжу вечерами по городу, катаюсь, ну, стараюсь слушать музыку до 9 часов вечера. Громко, да, можно слушать, в принципе. Все слышишь, все на дорогу, у тебя внимание, как говорится, тоже есть. Ничего она там сильно на тебя не отвлекает, как говорится. Подъезжаешь там, ну, допустим, к перекрестку ты можешь подъехать, чувствуешь, что у тебя может автомобиль там подзаглохнуть или что-то, ты можешь музыку же убавить. Или там, допустим, стоишь ты на красном, светофор у тебя горит красный, пешеходы идут там, допустим, женщины идут с детьми, либо там с маленькими, вообще в коляске катят, вообще музыку убавляешь. Детей, во-первых, не пугаешь этой музыкой, во-вторых, уважение. Какую музыку можно слушать вот на такой акустике? Какая вам больше нравится, такую вы слушаете. Я вот люблю, допустим, музыку. Могу ехать и клубную послушать музыку. Могу послушать, да хоть я вообще все слушаю, хоть и попсу, и мишу круга, и вообще все, что угодно воспроизводится. Я все могу послушать. Если, например, я купил автомобиль, там штатная магнитола, но меня это не устраивает. Что я могу сделать, чтобы улучшить звучание? Если у вас магнитола, там, допустим, на ней есть линейные выхода, чтобы можно было усилитель подключить к ней. Вам, допустим, не устраивают ваши колонки. Допустим, они даже, в принципе, у них фирма колонок нормальная, и они у вас добрые, но вы делаете громче музыку, вас они подзабивают. Для этого вы берете усилитель, покупаете для него, и через усилитель уже подцепляете динамики. Все, и у вас уже сигнал, как говорится, будет намного чище идти от усилителя, музыка будет громче играть и приятнее слушать. Можно с этого начать. Сколько вообще примерно может стоить такое удовольствие, чтобы машина звучала как надо? В районе 250 тысяч рублей. Это вот эта машина? Прямо вот эта машина, но она уже чуть-чуть больше перевалила сумму. А вообще особо такие улетевшие фанаты по звуку, сколько могут вкладывать в автомобиль? Могут и 600 тысяч, могут и миллионы. Зачастую стоимость акустики в машине в разы превышает стоимость самого автомобиля. И только человек, влюбленный в качественный звук, готов тратить на свое хобби деньги, время, получая от этого безграничное удовольствие. Ребята из клуба СПЛ знают про звук много и знают, как добиться идеального звучания в машине. Ну а попасть к ним совсем не сложно. Регистрируетесь в группе СПЛ Ирбит ВКонтакте. Ну и активно проявляете себя. То есть не обязательно там быть сразу каким-то профессионалом в этом. То есть это все приходится времени. Чаще всего приходят люди молодые, которые там только сдали на права, хотят свой автомобиль, громкую музыку. Они спрашивают у нас, кто более опытный, любители. Делимся опытом, подсказываем, что как делать. Со временем они собирают себе уже хорошую систему, присоединяются к нам. На автомобиле выдаются наклейки клуба. Ну и все, там уже вместе с нами принимают участие во всем. То есть как в жизни клуба, так и в соревнованиях. Хороший звук в автомобиле – это нереально круто. Но тем не менее не стоит забывать о том, что в тот момент, когда вы хотите послушать музыку, другие люди, возможно, хотят отдохнуть. Или просто не разделяют ваше музыкальное пристрастие. Поэтому в общественных местах, во дворах и особенно в ночное время лучше все-таки повернуть ручку громкости влево. Это была рубрика «Автоледи» и я, Анастасия. Хорошего вам звука и отличного настроения. До встречи. Ирбитский учебно-технический центр постоянно ведет набор на курсы подготовки и повышения квалификации по следующим популярным профессиям. Водитель категории «Б», электрогазосварщик, оператор котельных на жидком и газообразном топливе. Слесарь по эксплуатации и ремонту оборудования котельных установок. Водитель, перевозящий опасный груз и другое. Наш адрес – Ирбитский район, деревня Фомина, улица 60 Л. Октября, 52. Телефоны для справок – 334-64, 3-33-65. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова